Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 25 лет, рост 175 сантиметров, вес 61,7 килограммов. За его плечами 5 побед в профессиональных боях. Представляет Бишкек из республики Кыргызстан, Нурсултан Рахманберди. Его соперник в красном углу. Ему 23 года. При росте 175 сантиметров, его вес составляет 61,7 килограммов. Его профессиональный рекорд. Три победы, ноль поражений. Представляет клуб «Беркут» из Грозного. Россия Алисхан Чадаев. Итак, у нас уже шестой поединок сегодняшнего вечера. Вот так вот незаметно 5 боев остались позади. Первый раунд. И бой под номером 6. Напоминаем, это пока что рейтинговое противостояние. Всего их в сегодняшнем вечере запланировано 9. Ну и два. Сейчас и последний уже главный бой. Ну и два непобежденных проспекта. Это тоже очень важно. Нурсултан Рахманберди. 5 побед, ноль поражений. И Алисхан Чадаев. 3 победы, ноль поражений. В общем, два небитых хайтера. Один из них обязательно должен будет проиграть сегодня. Потому что мы знаем, в рамках промоушена «Беркут Янг Иглз», так же как и Лиги ACB, ничьих быть не может. Лишь победа одного из бойцов. Ну и это всегда интересно, когда встречаются небитые спортсмены. Это бывает определенный экзамен для обоих бойцов. Ну и справа сейчас зацепил соперника Рахманберди. При атаке соперника лоу-киком встретил кыргызский боец своего оппонента. И вот уже справа Алисхан попадает. Провалился соперник его. Бьет в корпус Рахманберди. Такое ощущение, что задумывал атаку в голову, но немного не подрассчитал траекторию атаки, да и дистанцию. И как-то действительно в корпус пришелся этот удар. Активно претенгует Чадаев. И тут размер ударами лево-налево. Да, сначала было удачное попадание. И справа пропускает Чадаев. Чадаев на встречу. Очень опасно вперед идет боецкого Беркут. И видит эти бреши в обороне соперника Рахманберди. Конечно же, он будет пытаться пользоваться максимально этими, так сказать, в кавычках подарками. Выманивает на себя своего соперника гыргызский боец. Пытается он встретить. Получается у него это неплохо. Ну и Алисхан уже не рискует. И вот снова право-направо. Очень опасная атака получалась, но не точно. И вот уже справа доносит свой удар как раз-таки Чадаев. Достаточно активны бойцы. Они вот немного выжидает несколько секунд, потом выстреливают комбинациями. Преимущественно двойными ударами. И в большей степени мы наблюдаем вот такой вот импровизированной бойцовский поединок. Боксерский. Они немного работают ногами. Не точно. Ну и пока что попыток перевода мы вообще не наблюдаем. Красиво двигаются на ногах оба спортсмена. В принципе, это их устраивает. Если будут серьезные проблемы в стойке, я думаю, тот, кто будет их иметь, станет инициатором борьбы. Справа попадает Чадаев. Ну и вот мне кажется, слишком суетливые передвижения у киргизского бойца. Слишком много вот таких ненужных движений он выполняет. И на выходе справа попадает. Защитился от тейкдауна Рахманберды. И сам здорово на выходе попал. Еще справа приводит. И, к счастью для Алисхана, на месте его рука в блок попадает этот удар, но тем не менее опасно выстреливал киргизский боец. Ну и стоит отметить, что Алисхан действует в стойке левши. И сейчас запрещенный удар навстречу пропускает Алисхан Чадаев. Забновляется у нас поединок. 30 секунд до конца первого раунда. И справа опять Ифтеров заряжает Рахманберды. Ну это классическая работа против левши. Когда Чадаев стоял в стойке левши. Правый удар задней руки. Одиночный. Если он будет выброшен в правильное время, с хорошим таймингом, с хорошей скоростью, он обязательно дойдет до цели. И в концовке включается киргизский боец. Второй раунд. Стартует у нас второй раунд. Два непобежденных проспекта. Алисхан Чадаев, представляющий клуб Беркут, Россию. Против как раз таки Нурсултана Рахманберды из Кыргызстана. Справа точнее оказался боец из Кыргызстана. Попытался он перевести соперника в партер. Зацепом не получилось. Прекрасная устойчивость у Алисхана на ногах. И поединок продолжается в стойке. Вот сейчас левый на левый так же, но казалось, что тяжелее попадает боец из Кыргызстана. Все-таки вот немного точнее азиатский файтер и жестче, что самое важное в этой ситуации. Жестче, он хороший джеб. Мы видим более искушенный ударник Рахманберды. Казалось бы, Алисхан более техничен. Но вот не удается ему наносить свои удары, доносить вернее до цели так, как хотелось бы. Периодически, конечно, у него были попадания. Мы тоже не можем не отметить этот факт. Но вот как-то более жестче, что ли. С большим желанием, что ли, работает Рахманберды. Да, больше нацелен и здесь тоже. Слева, хотя неплохо вот попадает. Как будто услышал наши слова Алисхан. Нужно, конечно, бойцу клуба Беркут включаться в любом случае, потому что все для этого у него есть. Мы видим, что боец он очень перспективный, техничный, обученный. Но именно данная фаза боя у него пока складывается для него не лучшим образом. Турсингует его Чадаев. Тем временем, 3 минуты у нас до конца второй пятиминутки. Двойку выбрасывает Рахманберды, но не точные попадания оказываются. Мало выброщенных ударов мы видим сейчас. Небольшую паузу. Не опасный удар, потому что причем пришелся. Размашистая не точно со стороны Рахманберды. Продолжает простеговать его Чадаев. Ну, опять-таки, мало активного действия. Сейчас в первом раунде было гораздо больше. Вот сейчас справа попадает Алисхан Чадаев. К сожалению, не видно, насколько точно. Вот, обменем. Размен. Ну, и призывают угловые также Алисхана работать, мчаться. Потому что по такому бою, как в лучшем случае для Алисхана, это 50 на 50. Хороший внутренний лодфик и справа добавляет Алисхан. Да, хорошая связка ударов ноги и рук. Но нужно продолжение. Взял я становенцы Алисхан. Не продолжает. Ну, и Нурсултана, как бы устраивает данный ход боя, он выманивает на себя соперника, пытается встретить. Сам вперед не идет фактически. Рахманберды предпочитает действовать от соперника. И попытка перевода опять спокойно защищается от этого тейкдауна. Киргизский боец, но был небольшой размен опять-таки от попаданий. На правую бьет попадает оба бойца. Да, сейчас слева тяжелое попадание было от Рахманберды. Ну, как тяжелое, точное. Двойка, не точно два удара боковые. Сейчас снова блок вроде видит удары Алисхан Чадаев. Но не наказывает соперника в ответной форме. И периодически преуспевает в этом. Третий, заключительный раунд. Начинается у нас третий раунд. Нужно идти уже в Абанг, вырывать победу как одному, так и второму. Хайки Кац Алисхана Чадаеву пришелся в блоке. Локтем отвечает вот в этом размене киргизский боец. Казалось, ну, заряжает, да, очень неплохо, но где-то в концовке мощи, где-то плёскость от ударов не хватает. И того, и другого бойца, даже когда не достигает цели. Плечом заблокировал тяжелый удар соперника Чадаев. И немного развернуло его при атаке соперника. Ну, и сам с коленом навстречу пробивал Чадаев. И тут же до гонку пропускает лоу-кик. Довольно-таки неприятный. Снова Выглядывает Возможность для Атаки спортсмены. И справа попадает Рахман Берды. Сейчас удар не заходит до цели. Точно лоу-кик был и слева бьет Рахман Берды. Более активен. Первые полторы минуты. Это киргизский боец. Хотя не всегда эта активность вливается в качество. Но, тем не менее. Вот попытка перехода, перевода в портер. Неудачная. Слишком явно действует Алисхан Чадаев. Нужно скрывать попытки тейкдауна. Через удар раскрывать соперника. Уже так. Потому что по-другому мы видим, что читает атаки соперника Рахман Берды. И никакого труда ему не доставляет защититься от этих самых попыток. И правый размашенный удар мы с вами видели. Очень тяжело определить, насколько тяжело, насколько точны эти атаки. Это динамики боя. Ну, размены. И право попадает. Это уже, да, тоже очевидно. Рахман Берды прямой правый. И есть активное действие. Его копилку. Но есть ощущение, что Чадаеву стоит активизироваться, потому что пока что по ощущениям более предпочтительным в этом поединке Рахман Берды. Да, мы говорим об этом еще с предыдущих раундов, что Чадаев очень техничен, но идет вперед. Вроде бы хорошо передвигается, хорошо прижимает соперника. Отвоевывает для себя пространство, но нет самого главного выброшенных ударов. Если они даже есть, то их очень мало. И вот сейчас, чем дальше, тем... Вот сейчас неплохо на встрече справа, но этот удар слишком... не хватило ему мощи. И чем дальше, тем больше, и вот хороший джеб от Рахман Берды более вырисовывается преимущество. Хоть и небольшое, но тем не менее киргизского файтера. Видно, что на концовку немного сил сэкономил Рахман Берды, чтобы именно вот здесь, в последние минуты, быть активнее, забирать этот раунд. пытается завестись сам, завестись соперника, вынудить его на необниманные действия. Алисхан Чадая вправо пропускает. И сам вправо попадает. И вот левый на левый. Сейчас начинается все самое интересное. Вынуждены бойцы уже, хороший джеб от Рахман Берды, действовать уже открыто. Двойка хорошая, сам вправо на встречу попадает Алисхан Кадая. Здесь отреган защищается. На выходе пробил первистый боец, но в блок попал. Учедай, видно, что сил не совсем много остается. Не хватает его на завершающий штурм. Хотя уже терять нечего, он просто обязан идти габан. И сам пропускает снова на встречу прямой еще один джеб еще слева. Сам бьет и опять двойка. Небольшой как разменщик и все. Поединок завершается. Ждем официального вердикта, но мое мнение, однозначно третий раунд выиграл Рахман Берды. Ну и первых двух он тоже немного был предпочтительнее. Конечно, нет такого явного преимущества, что в одну калитку выиграл, но тем не менее чуть-чуть был лучше и вот даже ущерб в концовке он нанес своему оппоненту. Да, тут в деталях все будет проявляться, потому что свои удачные моменты были как у одного, так и у второго, но другое дело у кого больше и чаще. Судьи, я думаю, внимательно считали и объявят нам сейчас о своем решении. в этом бою, единогласным решением судей. Победу одержал и остается незнающим поражением Нурсултан Рахман Берды! Ну, как мы и ожидали, уважаемые друзья. Бишкек, республика Кыргызстан и ваши аплодисменты его сопернику Алисхану Чедаеву. И 6-0. Ну, Алисхан Чедаев заполучил первое поражение, желаем не расстраиваться. Пока. ПОДИСМЕНТЫ Субтитры 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 Продолжение следует...